В каждом виде спорта есть уникальная личность, и бодибилдинг, конечно же, не исключен. Представляю вашему вниманию топ самых быстро прогрессирующих и самых юных атлетов, получивших свои прокарты еще до 20 лет. Да, эти желтые банки, спортпит и его реклама, но это не тот спортпит, к которому ты привык. Это чертовски крутой продукт с офигенными вкусами, у тебя есть шанс его попробовать. Как это сделать, смотри в описании. Steel Power, сила в качестве. Любимчик нашего канала, австралийский супермен Ли Прист, был рожден для бодибилдинга. В чем можно убедиться еще по его ранним фотографиям, которые наглядно демонстрируют его генетическую предрасположенность к этому виду спорта. Уже в подростковом возрасте он выглядел так, что его успешная карьера в бодибилдинге была уже просто предрешена. Спортивные гены матери, с которой он даже успел повыступать на сцене в паре, невысокий рост, жаркий австралийский климат, все это благоприятно воздействовало на тело, которое изменялось не по дням, а просто по часам. В 13-летнем возрасте белый миф связал свою жизнь с бодибилдингом. И после первого года тренировок, выступив на соревнованиях, он сразу же занял первое место, после чего последовала целая череда побед на турнирах страны. Попав в десятку сильнейших на Niagara Falls в возрасте 20 лет, Ли стал профессионалом, приняв участие в более чем 30 про-турнирах впоследствии. Часто, занимая высокие места, Ли говорил, «Я всегда стремился прислушиваться к своему телу, используя принцип инстинктивного тренинга, который я считаю лучшим. Бодибилдинг – это такой вид спорта, где каждый не может тренироваться одинаково. У меня была цель – получить прокарту как можно раньше. Но если бы я знал, что получить ее в 20 лет нереально, скорее всего, мне бы это и не удалось». Подающий большие надежды 20-летний бодибилдер из США Коди Монтгомери, которого тренирует четырехкратный мистер Олимпия Джей Катлер, уже в 20 лет завоевал свою прокарту, победив на NPC USA, став тогда самым молодым чемпионом США за время существования турнира. Коди Монтгомери – участник команд Blackstone Labs и Prime Nutrition. С детства увлекался спортом, занявшись бодибилдингом еще в 16 лет, сразу одержал победу на своих первых соревнованиях Dallas Super Show. Нарони Колман Classic также стал первым, выиграв категории подростков и взрослых. В 2012-м на турнире Teen Nationals стал абсолютным чемпионом, а через год на этом же турнире еще одно первое место, но теперь еще и в тяжелом весе. Самый, пожалуй, сейчас стабильный среди всех юных спортсменов AFBB при росте 170 см выставляет на сцене почти всегда по 90 кг. Если Коди не перегорит в начале карьеры после столь стремительных стартов, за ним ожидается большое будущее, говорят критики. Он уже успел прийти десятым на Arnold Classic в Коламбусе в 2016 году и на аналогичном турнире в Австралии также попал в топ-10. Джефф Сейт начал заниматься бодибилдингом еще с 12 лет, а к 20 стал профессионалом AFBB, победив на своем первом про-турнире в категории Men's Physique. Имея колоссальный успех в соцсетях, Джефф привлек к себе внимание таких спортивных издательств, как Ironman, Muscle & Fitness и Men's Fitness. Выпустил свою книгу, в которой, основываясь на собственном опыте, он делится с читателями и руководством по питанию, тренингу и восстановлению, параллельно успев запустить свою собственную линейку одежды Team Seid. После небольшого перерыва в 2016 он занял первое место на AFBB Stockholm Pro, среди которых принимали участие, кстати, Антон Антипов и Денис Гусев. «Мне нравится быть уникальным», — говорит Сейд. «Я нахожусь только в начале своего пути, но, несмотря на молодой возраст, у меня уже достаточно опыта, чтобы доминировать на сцене на турнирах. Однозначно я нашел свою нишу». Спортивный путь Шейна Диморы был коротким, но очень ярким. Уже в 17 лет он выиграл чемпионат Питера среди юниоров и три местных чемпионата во Флориде. А в 1986 году устроил одну из самых тотальных зачисток за историю бодибилдинга, выиграв турнир NPC в своей весовой категории как у юниоров, так и у взрослых одновременно, тем самым став самым молодым профессионалом в 19 лет. На следующий год он занял второе место в своем про-дебюте. «У меня были приемлемые, но далеко не самые лучшие данные для занятия бодибилдингом. Я видел парней, которые были намного сильнее меня, но мое отличие от них было в том, что я умел прислушиваться к своему телу. Я много времени уделял самопознанию, и на самом деле это не так тяжело, если любить то, чем занимаешься». Приняв участие в четырех турнирах, Шейн ушел со сцены, когда ему было 25. Британский «Шторм» Ян Харрисон не выигрывал высоких титулов, но отличался способностью добиваться своих целей в короткие промежутки времени. Бодибилдер с юного возраста, обладающий невероятной силой, мог построить карьеру в пауэрлифтинге. Стремительный взлет Харрисона начался в 17 лет, когда он победил на местных соревнованиях среди юниоров, а в 20 с первой попытки он выиграл чемпионат Британии в своей весовой категории и абсолютной категории, что принесло ему статус одного из самых молодых профи IFBB. Принял участие в 15-ти про-шоу, обычно удерживая место в топ-10, за что часто появлялся на обложках «Флекс» и «Масл Лан Фитнес». В 29 лет Ян закончил свою карьеру так же быстро, как и начинал. «Когда я получил про-карту, мне было всего 20 лет, но уже к этому времени я был изрядно потрепан. Куча мелких травм, операция на коленях, но я не жалею об этом. Мне удалось раскрыть свой потенциал, превзойдя по массе на одной из Олимпий даже самого Дориана, эталона многих, да и меня, собственно, тоже. Хотя, судьи это так и не оценили», — говорит Ян. На этом все, друзья. Это был канал «Спортфаза Перезагрузка». Обязательно подписывайтесь и рассказывайте друзьям. Всем счастливо, пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова